Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, программа «Наше всё». Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа «Наше всё» Сегодня 6 апреля, четверг И в студии снова Виктория Сарада и Андрей Козицкий Знаешь, вот я бы не сказал снова Я бы сказал по старой, доброй традиции Расскажи-ка лучше Что ты приготовил для зрителей на сегодня? Ну, знаешь, я как опытный шулер Не стану раскрывать всех карт сразу А начну с одной Ну давай, какая карта будет первой? Бубновый валет Ох уж эти шуточки, Андрюша Вот знаешь, в следующий раз вот эти шуточки Вика, ты услышишь только в мае Поэтому давай, вот лови момент И сыпь меня соль на рану Она еще болит, как бы сказала, что в Утинске, да? Или Добрынина, кто я пил эту песню, я не помню Не об этом сейчас, а о том, что мы начинаем ловить момент вместе с вами Это программа «Наше всё» и мы начинаем Смотрите сегодня в программе «Наше всё» Готовься не летом, а учебный пенал наполняя весной Магазин концтоваров с приятными ценами и большим ассортиментом Не только для школьников, посоветуем Спорт всему голова, а еще сила и здоровый дух Место, где подкачаться можно, подскажем Популярность – ее конек Как в социальной сети 12 тысяч подписчиков заработать? У гостя программы Екатерины Черентаевой спросим Свет мой зеркальца скажи, да всю правду расскажи А точнее мы расскажем в рубрике «Наша история» Про зеркало из бронзы, которым пользовались во времена чуржений Партнер программы – оптово-розничная площадка «Евразия» Товары для туризма, дома и работы Все необходимое в одном месте Партнер программы – компания «Формула ДВ» Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10Б, телефон 378045 Программа «Наше всё» благодарит магазин «Все яркие» За предоставленную одежду ведущей Приморцы могут со скидкой слетать в Москву Ну, скажи, сейчас в Хабаровске нет такой акции К сожалению, в Хабаровске такой акции нет Эх, а так хотелось все-таки Но рассказывай, в чем вообще подвох эта акция? На самом деле, никакого подвоха В Приморье открыта продажа авиабилетов компании «Аэрофлот» По субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно Льготный авиабилет могут приобрести некоторые категории граждан Это молодежь до 23 лет Не подхожу Граждане свыше 60 лет Не подхожу Ну, женщины свыше 55 лет Рядом, но нет Инвалиды первой группы Инвалиды с детства второй и третий групп А также сопровождающие инвалида первой группы или ребенка инвалида Ну, знаешь, вообще достаточно большая аудитория все-таки Только вот, знаешь, я заметил, что всегда есть в таких акциях от и до Ты прав Обязательное условие Перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года Ладно, летом в отпуск вот слетать в Москву, да, можно еще А вот сейчас-то зачем, скажу мне Ну, например, в ВУЗ на день открытых дверей Ну, вот об этом, если честно, я даже и не подумал А стоит, Андрюша, поскольку день ЕГЭ приближается И не только местные ВУЗы в приоритете у уссурийских будущих абитуриентов Ну, у меня сейчас в приоритете покупки ручек и тетради для сессии Уже вот неделю не успеваю купить, а в субботу вот уже, знаешь, вот уезжать Так из дома закажи делов-то Это как это? Алиэкспресс? Где? Что это? Алиэкспресс? Таобао? Ждать три месяца? Ручечный Таобао? Нет, все очень просто Такая услуга есть в магазине Констовары, который находится на Пушкино 32 Звонишь по телефону 211-232 Прайс-лист Тебе отправляют на почту Заказываешь все, что тебе нужно И прямо домой все привозят Ну, ваша проблема решена Магазин Констовары Я звоню вам В Констоварах на Пушкино 32 есть все необходимое для учебы, активного отдыха, досуга, хобби и рукоделия Большой выбор популярных среди подростков блокнотов антистресс Тысячи мелочей для офиса и пособия для автомобилистов Широкий ассортимент в канцелярском отделе Товары отечественные и из-за рубежа Все можно заказать, не выходя из дома Прайс-лист вам вышит на почту Доставят бесплатно Скидки на покупку свыше 5000 рублей Отдельные договоры с корпоративными клиентами Плюс к этому ежемесячные акции для всех В Констоварах можно приобрести печатную и сувенирную продукцию для любого праздничного мероприятия Магазин Констовары Улица Пушкино, 32 Ежедневно с 9 утра и до 7 часов вечера В выходные с 10 до 17 Андрюш, скажи, пожалуйста, а вот ты любишь путешествовать за пределы Приморского края? Ну, знаешь, вот, обожаю просто путешествовать А обычно мой тур, скажи мне, возниженкая Борисовка считается уже пределами, концом российской империи Это уже другое государство Ну, а за пределы России ты куда-нибудь ездишь? Хочешь, обижаешь Сыфеньхэ? Вот, точку Понимаешь, ну, последний раз, знаешь, когда ездил, лет 7, наверное, назад Вот паспорт так не могу переделать Все забываю, вот думаю, вот на следующей неделе оттуда-то пойду И так уже лет 5 И так уже очень лет 7, что я сказал, что зачем ты слушаешь? Ну, я думала, 7 лет назад ездил, 2 года еще просто паспорт лежал, а потом лет 5 Ну, как у меня было Слушай, а вот с 2015 года жители нашей страны могут иметь на одно лицо сразу 3 паспорта Как это, здесь и Андрей Сергеевич, здесь Балон Сергеевич, здесь Виктор Сергеевич, а там Маргарита Вячеславовна Это уже 4 паспорта Ах ты ж, экономиста по образованию Андрей Сергеевич, Балдон Сергеевич, это один паспорт Это как мамин сибиряк Двойное имя, двойное отчество, понимаешь? Хорошо, но ты не совсем прав В декабре 2015 года в силу вступила поправка в миграционный закон Которая позволяет нам иметь один паспорт Российской Федерации и два паспорта заграничных Ну, зачем два заграничных? Вот у меня закончился один, я даже его не успею сделать Ну, это ты, Андрюша, не успеваешь Ну, а кому-то такие новшества необходимы по работе или, например, при параллельном оформлении сразу двух виз Собственно говоря, поэтому начало 2016 года в миграционной службе Ну, скажем так, как вот в лучшем колбасном магазине СССР Там очередь была просто ого-го-го какая И эта очередь была не один месяц Ну, знаешь, думаю, чтобы все-таки избежать очереди, можно обратиться в многофункциональный центр В МФЦ Да, можно, конечно, но все же фотографироваться придется идти в миграционную службу Ну, ладно, хорошо, идем дальше Вот, ты знаешь, что 6 апреля 2016 года велосипедисты открыли велосезон Обычно это происходит большим мемориальным велопробегом до Артема, если мне не извиняюсь память И, между прочим, это уже традиция В этом году велопробег пройдет у нас с 8 апреля Это суббота, да? Суббота, да Проведу велопробег и потом без велосипедов И по дорогам до Артема Ну, буду ехать на велосипеде, потому что по мне видно, что на велосипеде мой путь ограничится От вечного огня до... Кольца на Агеева Даже меньше, я тебе скажу так, с тремя остановками Слушай, скажи, пожалуйста, а вот принять участие может любой желающий? Да, любой человек, у которого есть велотранспорт Вот, неважно, двухколесный, трехколесный Семейная дистанция у нас 3 километра, получается, до заправки А для матерых велосипедистов дорога до Артема Но самое главное правило, это должен быть шлем Без шлема никто на трассу не допускается Вот, поэтому, кто решил осилить весь путь, для них будут предусмотрены остановки Где можно будет перекусить, дариться хорошим настроением, пообщаться с другими велосипедистами И потом дальше в путь Потом дальше в путь, ну, естественно Так что, друзья, выгоняйте свои велосипеды Проверяйте цепь, обязательно берите шлем и в путь дорожку Ну, а мы движемся дальше по нашему эфиру И следующая основка, рубрика «Наше настроение» Я ездила на многое количество соревнований по конному спорту, по конкуру Заняла первое место Так, вот, недавно были на этих выходных соревнованиях, ничего не заняла Скажи вообще, тяжело заниматься гонным спортом? Ну, как? Ну, поначалу тяжело, а потом нормально, привыкаешь Поэтому для меня сейчас нормально Вроде ничего хорошего не было, пока что Пока что не было, но как считаете, 2017 год будет лучше, чем 2016? Думаю, да Думаете, да. Скажите, что можете пожелать нашим телезрителям? Счастья, здоровья Настроения хорошего нужно желать? Конечно Погода вас радует? Да Как считаете, летом уже думали, где будете отдыхать? Да, на море На какое море обычно ездите? Я обычно не ездил, в этом собирался А на какое? Пока еще не знаю Пока еще не знаю, но точно поедете? Точно Да не знаю, но, может быть, цены упадут Но будем надеяться на лучшее? Ну, конечно, будем Как считаете, 2017 год будет лучше или хуже, чем 2016? Я думаю, что хуже Только хуже, да? Но мы всегда надеемся на лучшее Конечно, надеемся, конечно 2017 год, что ждать от него хорошее? Да Ну, мы надеемся, что я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение Это раз А во-вторых, нужно быть оптимизмом, владеть таким, чтобы, а когда будет хороший оптимист, будет все хорошее А как вот вас погода радует, скажите? Погода радует, конечно, весна, настроение такое Очень хочется, чтобы быстрее зелень появилась А настроение еще сильнее будет Что можете пожелать нашим телезрителям? Телезрителям, что пожелать? Чтобы у них всегда было хорошее настроение Чтобы у них самое главное было, чтобы здоровье А здоровье будет, и будет хорошее настроение Удачи всем нашим городчанам! Ну что, это программа «Наше все» И подхватываем волну позитива И подводим, конечно же, итоги конкурса Во вторник, 4 апреля, вопрос звучал так В 1850 году в Санкт-Петербурге В продажу вышло первое издание романа Александра Сергеевича Пушкина Так вот, название романа и нужно было нам отправить Конечно же, это шедевр мировой литературы Роман в стихах Евгений Онегин И первым это сделал телезритель Чей номер заканчивается на 4193 Приходите к нам на Плеханово 85В За своим сертификатом в магазин «Чемпион» Что находится на советской 21Б Вот, сертификат ваш Если вы не стали победителем, не расстраивайтесь У нас есть еще один сертификат, и я держу его в руках А тот, который выиграли, он лежит уже У нашего офис-менеджера на ресепшене и ждет вас Так что, дорогие друзья, готовьте свои телефоны Вбивайте номер, что сейчас видите на экране И мы объявляем новый конкурс Андрей, я предлагаю вновь вспомнить историю нашей страны Так, и что, ты предлагаешь решить тест ЕГЭ по истории или что? Нет, вот я пользуюсь таких вещей, если честно Нет, я не предлагаю решать тесты ЕГЭ А вот зря, а вот зря, сказали бы сейчас заслуженные педагоги по истории Зря вы, Виктория Анатольевна, вот так вот Я могу по литературе пройти тест ЕГЭ Могу по русскому язык, по математике, но не по истории Хорошо Смотри, год 1927-й Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов автоматов А, это вот те, которые на каждом углу висели, то вот копеечку опускаешь, звонишь, а потом еще карточки были Да-да-да, ты прав, ты, кстати, часто такими пользовался До сих пор До сих пор? До сих пор? У тебя дома стоит? Один спрятанный Вот, отзваниваюсь Ну, на нем поезжу, сейчас я ругаюсь И ваучер Ну, ладно, друзья, если у вас есть фотографии с таким вот телефоном, аппаратом Да Присылайте их нам на номер, что вы сейчас видите на своих экранах Не забудьте про описание, где стоял такой телефон, как часто им пользовались В общем, приложите историю, память, смекалку и главную фотографию Сделайте рассказ к этой фотографии Автор самой необычной фотографии с подписью получит сертификат в магазин Чемпион Напомним, магазин Чемпион находится по адресу советская 21б Там очень много товаров для спорта, рыбалки, а самое главное отдых Ну, а отдых не значит сидеть на лавочке Отдых, по мне, это заниматься полезным для себя, любимого отдела Например, в зал ходить, железо таскать Ну, правда, сейчас у меня абонемент закончился Поэтому, дорогие друзья, еще раз записываем номер, что вы видите на экранах И покупаем Вике абонемент Вообще, значит, Вика, пришло время все-таки поменять тренажерный зал Вот тебе хорошая идея, куда отправиться Сидячий образ жизни довел до болей в спине, шее Хуже того, попали в аварию Встать на ноги и окрепнуть Помогут опытные инструкторы спортивного комплекса «Дружба» на Амурской 63А Многие клиенты приходят к нам с проблемами опорно-двигательного аппарата и травмами Благодаря наличию тренажеров на все группы мышц и квалифицированному тренерскому составу Мы оказываем помощь в реабилитации и восстановлении физической формы и кондиции Два года назад была травма колена И мне врач посоветовал, что нужно делать определенные упражнения после операции, восстанавливаться Вот, и поэтому пошла в зал дополнительно Атмосфера спортивная Очень много людей, реально спортсменов Забудьте о болевых синдромах Получите поддержку в период подготовки к соревнованиям или перед поступлением в ВУЗ В школе нету особых таких тренировок Просто бегаем, физкультура обычно А здесь прямо мышцы качаешь Как бы поставил цель себе, добиваешься Я вот хожу уже около года почти Для женщин различные фитнес-программы Все для похудения, растяжки, укрепления и улучшения кровообращения Отдельная кардиозона С эллипсоидами, беговыми дорожками и велотренажерами После активной тренировки необходимо что? Расслабление Благо в спортивном комплексе «Дружба» открылся массажный кабинет А для самых маленьких спортсменов работают секции Хэквондоа, кикбоксинг, бокс и художественная гимнастика Тренируйтесь на здоровье На Амурской 63А Ну и наконец рыбы Очень удачный день для совершения крупных покупок Главное тратьте деньги с умом Ну вот такой вот он гороскоп на сегодня И вот теперь, когда взгляды всех телезрителей прикованы к экранам И не понимают, что вообще происходит Все-таки начнем гороскоп на сегодняшний день Овин, придется с утра заниматься делами родственников А потом личными вопросами Если вы будете излишне суетиться, то ничего не успеете По отношению к людям проявите добродушие Гороскоп рекомендует телецу браться за те дела, которые приносят удовольствие Ну а не навевают тоску и скуку Не гонитесь за материальными ценностями Тем более, что ваш кошелек, как невыгда, забит до отказа Если в этот день близнецы позволят себе пренебрежение по отношению к родственникам То это не пройдет для них бесследно Не раздражайтесь по пустякам и берегите свое здоровье Главное нервишки, да? Да, главное нервишки, нервы самое главное А рак уже стоит с юмором смотреть на все, что творится в его жизни Кстати, взгляд на себя от стороны тоже поможет наполниться оптимизмом Не пытайтесь сделать все и сразу, иначе подорвете как из авторитет, так и здоровье Мне кажется, этим парочкам, близнецы и раки, нужно держаться вместе и... Пойти на цель Пойти на цель? Нет, чтобы один не нервничать, чтобы не кашли Это апрельская революция, не помнишь такой раков с близнецами? Идем дальше Раки с близнецами? Что это? Он должен держаться вместе Там нет власти овнам Тельца на мыло Но, идем дальше Лев, ради успеха в личной жизни пойдет на многое Главное, не снесите на своем пути тех, кто вам по-настоящему дорог Для достижения цели в бизнесе вам необходимо заключить договоры с крупными западными фирмами Западными, например, дом стоит западнее, чем ваш офис Почему бы и нет? Вы понимаете, юмор... Это не мое Если дева будет поддерживать отношения с близким человеком только из меркантильного интереса То сама скоро уходите в такие же сети Старайтесь жить чувствами и быть откровенными с людьми Весы будут находиться в поиске идеала Поэтому ничего вокруг себя не замечают Слишком высокомерное отношение к коллегам с вашей стороны будет расценено как нежелание вместе работать Гороскоп обещает скорпиону замечательный весенний день Когда он слышит не только птение птиц и шель с первых листочков, но и свой внутренний голос Кстати, от его подсказок отказываться не следует Интуиция поможет скорпиону в личных и рабочих делах А также посоветует, в какое предприятие лучше вложить накопленные деньги В жизни стрельца ожидаются малоприятные события К некоторым вы уже были готовы А вот часть других вас откровенно обескуражит и возмутит Финансовые дела стрельцу предстоит решать в срочном режиме Гороскоп советует Козерогу прислушаться к своему самочувствию Возможны резкие скачки давления, головная боль и упадок сил Не занимайтесь самолечением, а отправляйтесь в поликлинику Меньше переживайте по поводу бытовых проблем А также постарайтесь наладить отношения с родственными Это самое главное Это главное, конечно От неприятностей никто не застрахован, а водолей особенно На вас в этот день свалятся все невзгоды и проблемы, которые есть на земле Хотя возможно, что вы драматизируете ситуацию, вам потребуется поддержка близкого человека Чтобы совсем не уйти в уныние А вообще помните, что, ну, главное-то что? Главное наше отношение к ситуации Поэтому во всем ищите пять положительных причин И первая причина это какая? Это ты Вот, все Позвольте Игоря Николаева, он сделает ваш день В этот день рыбам лучше не планировать как деловых, так и романтических встреч Позвольте себе отойти от дел, развеяться и вдохнуть весенний аромат Гороскоп рекомендует отдохнуть на природе в компании друзей с шашлыком и под звуки гитары В такие моменты тоже хочется быть рыбой Ну, вот если, Вика, хочется быть рыбой, тогда просто постой и помолчи Ну, а вы не переключайтесь Впереди все Молча, Вика, молча Все, делай молча Всем привет, программа наше все в эфире В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий К нам присоединилась спортсменка, чемпионка, рекордсменка и просто красивая девушка Екатерина Черентаева Катя, привет Привет, привет, Кать Сегодня разговоров о спорте не будет Ну, вот, вот так вот решили Нас интересует твой инстаграм Кать, 12,2 тысячи подписчиков Это 13 Ватиканов, я, между прочим, посчитал в перерыве, понимаешь? В Ватикане 848 человек живут Да? Это 12 Ватиканов 12 Ватиканов Представляешь, сколько, да, Ватиканов у тебя у меня? Да, у тебя у тебя, не пугайся Кто эти люди? Откуда они? Что им от тебя нужно? Называй каждого Давай, начинаем На самом деле, я думаю, что большое количество там рекламы, которая на меня подписывается Это уж правде в глаза Но, хочу сказать честно, я вообще никогда не накручивала подписчиков Это большинство реальные люди Ну, публика, все-таки, я думаю, спортивная У меня есть статистика в инстаграме И там видно, что 50% публики это мужчины И 50% публики это женщины Ну, много обращаются по спортивной тематике Это приятно И я с удовольствием помогаю До этого инстаграм был не очень популярен Наверное, последние два года какой-то бум произошел Ну, моя деятельность стала поярче Может быть, фото как-то по качеству не покрасили И люди прям каждый день не меньше 20 подписываются А вот прям максимум какой был? Где-то порядка 50 человек подписалось Я не знаю, что у них кто будет Это в два раза больше, чем у Вики И сейчас между вами подписчиков Андрей, у меня в два раза больше подписчиков, чем у тебя Ну, да, Катя, 12 тысяч подписчиков Ну, вот если прям убрать рекламу На вскидку, я, конечно, понимаю, что очень тяжело Сейчас так вот взглядом сделать Вот сколько примерно активных пользователей? Сколько вот обычно на каждую фотографию лайков у тебя уходит? В среднем? 300-400 300-400 Но сейчас благодаря этой функции новой Я могу видеть, сколько просмотров То есть люди не все лайкут Они же просто могут листать Просмотров, ну, там, тысячи как бы 2-3 Я знаю, почему так мало лайков, да, по сравнению с количеством подписок Потому что вот сидит какая-нибудь девушка Которая хотела бы, ну, такими же внешними данными обладать, как у тебя А такими же мышцами крепкими, сильными И вот она сидит и думает А вот не дай мне тебе свой лайк Вот не сделай я два раза по фоточке Потому что будет 400, а то и 500 Это вот Вика как тебя завуалировала сейчас, понимаешь? Нет, я классую Кате на фотографии Потому что я правда восхищаюсь Классую Кать, скажи, пожалуйста, какой можешь дать совет начинающим блогерам Которые бы вот хотели тоже большую аудиторию на своей странице И вообще, что делать, какие видео, может быть, нужно снимать Может быть, фотографии какие Вот у тебя вот какие Ну, сейчас есть модное слово «контент» И это составляющая поста Какие-нибудь вопросительные посты Обращаясь к публике Чтобы они помогли выбрать что-нибудь Или помогли там с советом, с местом Ну, всячески дергать их Потому что люди любят внимание Ну, тут все знают, поэтому Только такими привлечениями можно развить Ну, кстати, действительно, когда я там что-нибудь спрашиваю У меня и комментариев больше Может, даже не столько лайков Но привлеченность людей гораздо выше, чем просто там пустым постом Вика, выкладывай Кате на фотографии Выход! Выход! Выход из данной ситуации По-твоему, количество лайков Выкладывай Кате на фотографии, и у тебя будет как минимум Я не гоню, ладно? Кстати, про Кате на фотографии Вы знаете, что создают мои фейки? Вот, кстати, об этом-то я и хотела спросить Вот, фейки, прям фейки, да? Ну, это не в рамках Инстаграма А ВКонтакте я видела и в Одноклассниках И просто ходит одна картонная китерина Чертами по городу Просто емкою, картонное лицо такое Нарисованные в книге Они вообще с находки, да? С этой женщиной Часто поступают предложения От разных диетических фирм Которые выпускают продукцию Чтобы я рекламировал Но я считаю, это обман людей Поэтому даже сколько бы они не предложили Я не соглашаюсь, просто не отвечаю, блокирую И удаляю И сразу встречный вопрос Катя, сколько предлагали-то? Я даже не спрашивала Ну, там, как они Если хотите сотрудничать Хипарисовский знаменитый гречневый завод Мы вам можем дать 2 тонны гречки А вы будете лицом нашей компании? Я бы согласилась Ну, ты понятно Все-таки гречка В этом и ваше отличие Я думаю, что Катя согласится Что гречка очень хорошая и полезный углевод Конечно Отбей Вот так вот Я думаю, что нам надо по щечкам Андрюшину вот так отбить Вот так вот застебали толстячка Просто А видела в инстаграме фотографии с фотосессии Ты у нас увлеклась в модельную, в бизнес Или как сказать? Нет, я просто Займела пиар-менеджера По инстаграму тут Ну, все плохо живем Как бы я 10 лет на телевидении работаю У меня нет пиар-менеджера У тебя инстаграма-то нет нормального У человека пиар-менеджер по инстаграму, друзья Это моя знакомая хорошая училась на рекламном факультете И их обучали вот именно базовым рекламным каким-то вещам И она просто мне иногда может подсказывать Но это там последнее время И я просто согласилась, мне стало интересно, реально ли это действует И я посмотрела, да, есть там прогресс Просто нужны красивые фотографии побольше И сразу же в глазах Вики возникает встречный вопрос Что делать, если все-таки нет красивых фотографий? Очень неожиданный вопрос Очень неожиданный вопрос Нужно тогда уделять внимание тексту Больше привлекать какими-то фразами Внимание прям Или Помогите, спасите Но это работает Помогите, спасите, хочу больше лайков Розович На эти вещи работает человек по-любому Ну, обратить на это внимание Потому что СМИ всегда Это Ну, так или иначе В общем, должен быть хороший текст, да? Обязательно То есть, вставляешь мастера Маргарита Булгакова Под свою фотографию Иди вот так вот Лицо закрыто И все Не пишешь внимание Гениально, давай на твоем инстаграме проверим Кать, ну ты же у нас вице-президент Федерации бодибилдинга Уссурийского городского округа Правильно, я ничего не перепутал А, да, вот Ты вот, ну, говоришь, что Нет, да, такой надобности пока выкладывают Да, прямой эфир Обычно, да, в прямых эфирах отвечают на вопросы А вот есть же люди, которые, ну, знаешь, просто снимают Вот, я вот, у меня вот есть чайник У меня вот ходят люди Вот, голубь пролетел за окном А, ну, вот вы своих тренировок, ну, не снимаете? Мы снимаем видео Но мы их как больше архивируем Мы составляем какие-то ролики Чтобы людям было это полезно Если это делать в прямом эфире Во-первых, это не сохраняется Ну, и нет возможности будет Отвечать, потому что все-таки идет тренировка Самый разгар Нам надо немного следить за людьми Не будет возможности ответить на все вопросы И только вот показать Если там несколько секунд Может быть мы это попрактикуем скоро Хотела, Вика, избежать разговоров про спорт Но не могу Видела на твоей странице, что сейчас ты готовишься К какому-то значимому событию В своей спортивной деятельности В своей спортивной карьере Вот рассказывай, что это будет? Значимое оно только для меня Наверное, кто не в спорте И вообще не передадут его значения Я хочу получить кандидат мастера спорта И для этого мне нужно выполнять определенный норматив И там войти в категорию по жиму лежа Это будет Дальний Восток соревнования Ну, я думаю, у меня получится А мы скрестим по Мы уверены, что у тебя получится Конечно Да, мне очень нужна поддержка И в вашем лице, и в лице моих подписчиков Потому что любые соревнованиями даются сложно Я там тоже человек И как люди думают, что я там родилась суперсильно Нет, мне каждая тренировка Это сложности и преодоление себя Я думаю, что 12 тысяч твоих подписчиков И наши телезрители Мы тебя все поддержим И даже как только ты получишь Не, там, если А как только ты получишь А ты получишь Все По заслугам Кандидата получишь Мы позовем тебя к нам в студию И расскажешь об этом поподробнее Потому что, ну, не будем каркать и так далее В общем, мы что хотим тебе сказать Мы хотим тебе пожелать Еще плюс 12 тысяч в кубе Это Вике очень тяжело просто посчитать Поэтому, ну, вот так вот завоевывал Ну, я имела в виду в кубе Ну, вот в той самой кубе На той самой кубе Ах, да Вот такой вот, дорогие друзья Вот апрельский, смешной Я говорила, что юмор это не мое Ну, да ладно, Кать Еще больше подписчиков тебе Больших тебе удач, успехов в спорте Развивайся Оставайся такой же красивой и общительной И, ну, отвечай на Вике на интересные вопросы Да, потому что она У нее очень мало эпитета в словарном запасе Она, кстати, будет звать на кандидата по мастеру спорта по эпитетам Пока она 4 выучила И тоже, Вике, кстати, тоже очень важна ваша помощь, дорогие друзья Поддержка Ваших великолепных, классных, удачливых Я хотела сказать Развивайся, расти И большой тебе удачи С юмором, Андрюш, давай По времени Пока по времени Пока что-то разошелся ты, дружочек Спасибо тебе большое, что сегодня была с нами Поделилась массой полезной информацией Ну, а главное, за хорошее настроение и позитив И вам спасибо Да, в гостях была Екатерина Черентаева Чьих подписчиков хватает, как у армии лихтуршины Такого по количеству Вот, все, Кать, спасибо, пока Пока Еще раз приветствуем всех зрителей Это наше все В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий Друзья, на улице потеплело, погода радует И вместе с этим появилось все больше, к сожалению, бездомных животных Вот, они повыходили из своих теплых убежищ и теперь гуляют по улицам Хочется призвать вас к добродушному, а главное, лояльному отношению к ним Мы не просим всех забирать домой Хотя бы не кидайте в них палками и камнями По меньшей мере, это бесчеловечно Да, если вы нашли бездомное животное, которое нуждается в помощи Обращайтесь в администрацию на улице Николасова, 66, кабинет 24, с 9 до 6 Теперь, чтобы пристроить собак и кошек В фонд помощи «Надежда» нужно написать заявку, которая будет рассмотрена в короткие сроки В порядке живой очереди Для пропуска в здание администрации при себе обязательно иметь паспорт Домашних животных не принимают, так что помните, мы в ответе за тех, кого приручили Да, а если вы хотите сделать доброе дело и приютить домашнее животное Сделать бездомное животное домашним, точнее То смотрите рубрику «Наши питомцы», может быть, ее герой понравится вам И вы найдете себе четвероногого друга Здравствуйте, меня зовут Александра, я волонтер фонда помощи животным «Надежда» Сегодня я к вам пришла с нашей прекрасной девочкой Бусинкой Бусинка она у нас потому, что у нее очень красивые большие глаза И когда она бегает или чем-то увлечена, она очень сильно раскрывает зрачок И просто не видно ее желтой радужки Поэтому она у нас бусинка Нашли мы ее в декабре прошлого года на улице У нее были отморожены ушки Даже сейчас немного не отросла шерсть на ушках Но скоро поправится, поэтому не переживайте Она была очень ласковая Тянулась ко всем людям, не боялась И это было самое страшное Потому что людей сейчас каких только нет И ее могли запросто просто увезти куда-нибудь Где она не смогла выжить или еще что-нибудь Страшно даже представить С другими животными она общается хорошо И с собаками, и с кошками Но у нас нет таких животных, которые бы относились друг к другу агрессивно Есть только старички и такие взрослые большие собаки Которых отловили, они уже были дикими И поэтому они не общаются с другими животными А так все кошки очень хорошо общаются друг с другом У нас 7 комнат для содержания животных И они там все общаются друг с другом, бегают, играют К новичкам бусинка сначала относится осторожно Первые минут 20 Потом все-таки интерес берет свое И она начинает подходить, нюхать, смотреть И уже буквально через час, через полчаса Они начинают бегать вместе, играть Но это смотря, конечно, какое второе животное Если у вас животное с характером То, конечно, времени больше надо будет Но бусинка очень ласковая девочка Она любит общаться абсолютно со всеми Если вам понравилась наша бусинка С красивыми черными глазами С красивыми тапочками белыми И галстучком таким То звоните по номерам, которые вы сейчас видите на экране Или пишите нам в инстаграме На все интересующие вопросы мы вам ответим Все объясним, все расскажем Также вы можете приехать, познакомиться с нашей бусинкой И взять ее на пару дней Чтобы познакомить со своим домашним питомцем И посмотреть, уживутся они или нет Наш эфир плавно подходит к своему завершению И также плавно к своему завершению Подходит и рабочая неделя Собираем волю в кулак И делаем финальный рывок Перед долгожданными выходными Не забывайте смотреть нас по будням Писать в социальные сети И участвовать в наших конкурсах И как всегда призываем больше позитива Помните, мысли материализуются Главное верить Ну, конец рабочей недели Вы встретите со мной и Алисой Романенко В общем, всем удачи Ну, а с тобой, Вика, я прощаюсь на месяц Шли мне смс или письма с голубями Как тебе удобно Пиши на пейджер Вот радуешься, да, что прощаешься со мной? Все такие вот штыки, которые у тебя есть Да не радуюсь Ну, я хочу пожелать тебе удачи Ой, вообще знаешь, удача мне пригодится В общем, на сегодня все И с тобой в этом месяце все Уже все Партнер программы Оптово-розничная площадка Евразия Товары для туризма, дома и работы Все необходимое в одном месте Партнер программы Компания «Формула ДВ» Реализует продажу и доставку Всех видов технических газов Улица Кирова, 10Б Телефон 37 80 45 Программа «Наши все» Благодарит магазин Все яркие За предоставленную одежду ведущей Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok